Ииси, Германия Немецкие рейхсбергеры получают убежище в России Флориан Рюцер Ииси, Германия 8 июля 2019 года В конце 2015 года семья Грисбахов, состоящая из 8 человек, приехала по туристической визе в Москву на микроавтобусе Volkswagen, в котором она с тех пор и живет. Грисбахи, беженцы из страны всеобщего благоденствия, из федеральной земли Мекленбург, Переднее Померание. В семье четверо взрослых, Кэрол и Андре Грисбахи, а также их дочери Доменика Юлия, у каждой из которых по два маленьких ребенка. Члены этой семьи, как и все другие рейхсбергеры, живут в замкнутом параноидальном мире. По их словам, они боятся, что власти украдут у них детей, что в Германии происходит и якобы сплошь и рядом и является одним из видов бизнеса. В 2016 году папа Андреа заявил в интервью одному российскому телеканалу, что им пришлось спешно бежать, потому что ведомство по делам несовершеннолетних охотилось за ними. Речь шла о нарушении прав человека. Одна из дочерей сказала, что Германия катится в пропасть, там сплошной содом и гамора. Но Грисбахи не подавали прошение об убежище, они хотят получить постоянный вид на жительство, чтобы жить и работать в России. Их дети должны расти в России в мире и покое. Возвращаться назад они не хотят ни в коем случае. Мама Карола считает, что многие люди в Германии живут в страхе. Они боятся, что правительство бросит их на произвол судьбы. 2015 год был годом мигрантов. Грисбахи бежали в том числе и от них, потому что изнасилования и грабежи стали, по их мнению, обычными явлениями. Они считают также, что средства массовой информации подвергаются цензуре и занимаются пропагандой. Кроме того, они вступили в конфликт с системой. Тут они имеют в виду принуждение к прививкам, раннее сексуальное просвещение детей в детских садах и школах, принудительное вживление микрочипов и массовые изъятия собственности. Россию семья выбрала, поскольку рассматривает себя как людской военный трофей. А Россия как главная оккупационная держава на основе главных мирных договоров обязана их защищать. Германия, по их мнению, это все еще оккупированная страна. Федеральное правительство они обвиняют в организованной преступности. Антисемитизм смешан в их головах с антисломизмом и белым расизмом. По их словам, происходит геноцид белой расы. Третья дочь, Штефания Грисбах и ее семья не поехали вместе с остальными в Россию. Она предпочла продолжать борьбу в Германии, ходит на демонстрации, поддерживает контакт с Юргеном Эльзасером, Юрген Элсасер, и пытается собирать пожертвования для своих бежавших в Россию родственников. Однако Россия долгое время относилась к ним скептически и отказывала в праве на убежище, обосновывая это тем, что Германия – безопасная страна, и требовала от Грисбахов покинуть Россию. Но вчера Российское министерство внутренних дел все-таки решило предоставить семье временное убежище. Тем не менее приведенные семьей причины, она якобы является жертвой преследования в Германии, министерство не подтвердило. Было найдено дипломатическое решение. Но было также сообщено, что семье предоставляют только временное убежище, чтобы выяснить ее правовой статус. Вероятно, еще и из-за того, что четверым взрослым и четырем детям приходится жить в микроавтобусе. Выдворение из страны, судя по всему, хотят избежать. Российское информационное агентство старается не оценивать это решение с политической точки зрения, а указывает в первую очередь на гуманитарные аспекты. С определенного момента российское государство обратило первоочередное внимание на недопустимые условия жизни семьи и детей. Ведь семья из восьми человек несколько лет прожила в мини-вене перед одним из московских хостелов. Пятеро детей перед въездом в Россию были несовершеннолетними, самому младшему ребенку было всего несколько недель. Как пишет далее агентство, в решении дела перевесил вопрос о благополучии детей. Благодаря статусу беженцев, прежде всего дети получат возможность вести упорядоченную жизнь. Позаботиться о детях семьи, которые из-за права популистских представлений и страхов бежали из Германии, конечно, очень благородно. Но сам факт, что российские власти не хотят выдворять эту семью из страны, позволяет предполагать, что они не хотят портить отношения с правыми течениями в Германии и Европе. Выдворение Грисбахов вызвало бы большой резонанс и, возможно, повредило бы репутации страны в глазах пророссийски настроенных людей и партий. Поэтому в России предпочли легитимировать этих параноидных правонационалистических рейхсбюргеров, признав их право на убежище. При этом там меряться с тем, что отношением с Германией, которую те называют диктатурой ФРГ, будет нанесен ущерб. Ибо таким образом Россия встает на правые позиции и подтверждает справедливость критики, что она пытается влиять на политические процессы в других странах. Ведь все таки есть разница, когда предоставляют убежище Сну-Дену, который действительно подвергается преследованию, или семье, находящейся в плену правого мировоззрения и тем самым подвергающей опасности жизнь своих детей. Рейхсбюргеры, нем, граждане империи, участники националистического движения в Германии, не признающие легитимность существования Федеративной Республики Германии и называющие себя гражданами немецкого рейха, существовавшего с 1871 года. Юрген Рейнер Эльзессер, Юрген Рейнер Эльзессер ГР 1957, немецкий журналист, публицист и политический активист. Придерживается антиамериканских, гомофобных и расистских взглядов, которые пытаются пропагандировать разными средствами. Некоторые из его высказываний носят антисемитский характер. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.